Добрый день. Сегодня мне хотелось бы рассказать о инфекционных болезнях. И план моей лекции будет состоять из следующих частей. Это актуальность инфекционных болезней, актуальность их в разрезе проблем мировых, которые были обозначены Всемирной организацией здравоохранения в 2019 году. Немного остановиться об инфекционных болезнях в Республике Казахстан и сделать небольшие выводы. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 2 миллиарда людей болеют инфекционными заболеваниями, из которых 17 миллионов умирают. Ежедневно в мире 50 тысяч смертей от инфекционных болезней. И инфекции являются ведущей причиной смертности. В чем же актуальность инфекционных болезней? В том, что они могут распространяться в виде эпидемий и даже пандемий. Например, такие болезни, как грипп, чума, холера. Некоторые болезни очень высококонтагиозны. Например, при коре практически любой человек, который не имеет иммунитета, может заболеть при контакте с больным. При некоторых заболеваниях отмечается высокая летальность. Например, бешенство – это неизбежный летальный исход, если человек заболел. Ряд заболеваний распространены на определенных природных очагах. Например, чума, тулеремия и другие. Некоторые расположены непосредственно в эндемичных очагах, как малярия и холера, что связано, например, с климатическими условиями или с наличием переносчика, как при малярии. Некоторые заболевания имеют неблагополучные последствия, как инвалидность. Например, после клещевого энцефалита, после бруцеллеза формируются остаточные явления, которые приводят к инвалидности. Опасность инфекционных болезней в том, что они могут использоваться в качестве бактериологического оружия, например, сибирская язва. И позже я остановлюсь на примерах применения. При некоторых заболеваниях до сих пор не разработано лечение, к сожалению, не разработана профилактика. Некоторые инфекции возвращаются, а некоторые появляются вновь. Например, птичий, свиной грипп и так далее. Инфекционные болезни – это мультидисциплинарная проблема, и она связана со многими специальностями, такими как, например, кардиология, хирургия, гастроэнтерология и так далее. То есть находится на стыке разных специальностей. И на следующем слайде вы можете увидеть, какова заболеваемость и летальность от инфекционных заболеваний. Мы видим, что на первом месте стоит грипп. И если сравнить, то на следующем слайде вы можете увидеть, какова заболеваемость и летальность по сравнению с другими заболеваниями, например, болезни системы кровообращения и другие. На карте представлены разные регионы мира и какие заболевания распространены в различных регионах и какие можно привести вследствие большой миграции населения. То есть буквально за несколько часов можно перелететь с одного континента на другой и привести различные инфекции. Их достаточно много. Инфекционные агенты могут применяться в качестве биологического оружия. И мне хочется вам привести такие примеры, как, например, в 1979 году произошла вспышка заболевания в городе Свердловск в Советском Союзе. И тогда до 400 человек заболело, и 75 погибло. На вскрытии был обнаружен геморрагический менингит и медиастенит, который вызывается чумной палочкой. И тогда, позже уже было доказано, что это произошло в результате выброса биологического оружия. И как раз таки на карте показано, что по розе ветров как раз и встречались вот эти заболевания. И были смертельные исходы, именно когда вот были нарушены правила биобезопасности и произошла утечка биологического оружия. Следующий такой пример, который многие знают, это произошло в 2001 году, когда рассылались в Соединённых Штатах Америки письма со спорами сибирской язвы. И в результате этого было 22 заражения и 5 смертельных исходов. Тогда произвелась санобработка зданий общей стоимостью 320 миллионов долларов. И вот как раз вы можете видеть письма, которые были разосланы, в которых находились споры сибирской язвы. И расследования, проведённые позже, показали, что это учёный Брюс Айвенс, который вынес материалы из лаборатории и отправлял их затем в письмах сенаторам и СМИ. Всемирная организация здравоохранения определила 10 угроз здоровья населения в 2019 году. И мне хотелось показать, что многие угрозы здоровью как раз-таки связаны с инфекционными заболеваниями. Эти угрозы следующие. Первое – это атмосферное загрязнение и изменение климата. Второе – это неинфекционные заболевания. Мы знаем, это кардиоваскулярные, онкологические заболевания. Третья проблема касается инфекции. Это глобальная пандемия гриппа. По оценкам ВОЗ, ежегодно от гриппа по всему миру умирает до 650 тысяч человек. Специалисты ВОЗ постоянно мониторируют циркуляцию вируса и создают вакцины ежегодно, которые предупреждают развитие этого заболевания. На следующей карте видно, как развивались пандемии гриппа. Последняя была в 2009 году, и когда будет новая, никто не знает, но ее ожидают. То, что грипп – глобальная проблема, можно увидеть со следующего слайда, где показано, что жертвами гриппа стало 20-40 миллионов человек. По сравнению с жертвами мировой войны, когда умерло всего лишь 8 миллионов 400 тысяч человек. То есть жертвы гриппа превышают жертвы военных действий. И в лечении гриппа тоже есть много проблем, которые отражены на этом слайде. В частности, необоснованное применение антибиотиков, полипрагмазии и другие проблемы. Четвертой угрозой здоровья населения по редакции ВОЗ являются неприемлемые условия проживания. Пятое, опять-таки, связано с инфекционными заболеваниями. Это устойчивость к антибиотикам. Известно, что внедрение антибиотиков и других препаратов совершило большой прорыв в развитии медицины, но на сегодняшний момент отмечается высокая устойчивость к этим препаратам, например, при туберкулезе. На следующем слайде видно, что по прогнозам ученых, в 2050 году 10 миллионов человек могут умереть от устойчивости к антибактериальным средствам. Шестая проблема – это вирус Эбола и другие опасные вирусы, сходные с ним. Вирус Эбола распространен в Африке, и в 2018 году были уже две вспышки вируса Эбола, каждая из которых охватила города с населением более миллиона человек. Кроме Эбола, это могут быть и другие инфекции, и они способны привести к чрезвычайной ситуации. И на этой схеме показано, какова высока контагиозность и летальность от этого вируса, и заболевание развивается всего в течение нескольких дней и может привести к летальному исходу. На следующей карте представлен 2014 год, как начиналась вспышка и как она распространялась по всему миру. Седьмая проблема – это лихорадка деньге. По оценкам ВОЗ, 40% населения мира подвержены риску лихорадкой деньге. Ежегодно 390 миллионов случаев инфицирования. Эта инфекция передается через укусы насекомых. Здесь представлена карта, где распространена эта инфекция. Седьмая проблема – слабая система здравоохранения. Восьмая, опять-таки, связана с инфекцией. Это сопротивление вакцинации. Вообще вакцинация – это одна из самых эффективных профилактических мер в медицине. И в настоящее время вакцины спасает от 2 до 3 миллионов жизней в год. И если бы охватить глобально, то могло бы еще спасено полтора миллиона человек. ВОЗ в 2019 году ставит задачи по вакцинации. Вакцинация – это, в частности, для борьбы с раком шейки матки. ВОЗ ставит задачу охват вакцинации против вируса папиллома человека. А также планируется, что этот год станет годом искоренения полиэмилита в Афганистане и Пакистане. Это последние страны, в которых встречается полиэмилит. На этой карте представлено различие в частоте встречаемости заболеваний в зависимости от социально-экономического статуса. Так, в развитых странах, как мы знаем, преобладают кардиоваскулярные заболевания и онкологические. Это правая колонка. А слева мы видим развивающие страны. И, как видим, на первом месте стоят инфекционные заболевания, и вакцинация является одним из методов профилактики инфекционных заболеваний. Отказ от вакцинации охватывает все страны. И, в частности, на этой карте показаны отказы от вакцинации в Соединенных Штатах Америки. Отказ от вакцинации привел, в частности, к подъему заболевания корью. Мы видим, во сколько раз возросло в мире количество случаев кори по сравнению с 2018 году. И на карте мы видим страны, где наблюдаются вспышки кори. И одна из стран – это Казахстан. Наиболее высокие мы видим по карте – это Грузия, это Украина, это Мадагаскар, Индия. И Казахстан тоже присутствует на этой карте. Вакцинация против кори включена в национальный календарь прививок. Но, однако, в последние годы, как мы видим по этому графику, растет количество отказов от вакцинации. Допустим, по сравнению с 2013 годом, в 2018 году наблюдается 14 980 отказов от вакцинации. И на следующем слайде видны причины отказов от прививок за 2018 год. Этими причинами являются личные убеждения, религиозные мотивы, недоверие к вакцине и негативная информация в средствах массовой информации. Учитывая это, мы должны вести широкую разъяснительную работу населения, профилактики о защитных механизмах вакцинации, объясняя буквально на пальцах, почему нужно проводить вакцинацию. В целом, в отношении вакцинации на 2015-2020 год поставлены следующие задачи. Это обеспечить сохранение статуса региона свободного от полиомиелита, достичь элиминацию кори и краснухи, обеспечить контроль вирусного гепатита B, достичь планируемых показателей охвата прививками на всех уровнях, обеспечить принятие обоснованных решений в отношении новых вакцин и финансовую устойчивость национальной программы иммунизации. Десятая проблема, обозначенная ВОЗ, тоже касается инфекционного заболевания, это ВИЧ-инфекция. К сожалению, эпидемия продолжается как в мире, так и в нашей стране. С начала эпидемии более 70 миллионов человек заразились, около 35 миллионов человек умерли. В рамках программы ЮНЕЙТС 90-90-90, которая осуществляется в Казахстане, Казахстан тоже пытается достичь этих 90 процентов. Это конкретно процент людей, живущих с ВИЧ, который знает свой статус. Это процент людей, живущих с ВИЧ, которые находятся на лечении антиретровирусной терапии. И процент людей, живущих с ВИЧ, которые имеют подавленную вирусную нагрузку. Как мы видим, проценты, которые сейчас в Казахстане, причины показаны и что можно сделать для достижения этих 90-90-90. На карте Казахстана на период 2019 года, августа, нет, августа, показаны регионы, в которых показана заболеваемость ВИЧ-инфекцией. И это регионы, в частности, наш Восточный Казахстан, семей, где показаны абсолютные числа инфицированных. Динамика развития ВИЧ-инфекции в нашей области и в городе Семей показывает, что в целом в Семее уровень остается более-менее стабильным, но по Восточному Казахстану отмечается рост. Это желтым цветом показано рост инфицирования. И по результатам скрининга в городе Семей за период с 1999 по 2018 год показаны случаи регистрации ВИЧ-инфекции до 2018 года. Если мы посмотрим по путям передачи, то мы видим здесь трансформацию. Если ранее преобладал парентеральный путь, это через применение внутривенных наркотиков, то сейчас начинает преобладать половой путь. То есть это надо учесть, так как в основном теперь инфицируются половые партнеры лиц, употребляющих наркотики. На следующем слайде показана регистрация случаев жителей города, гражданского населения и жителей, которые находятся в закрытых учреждениях. И мы видим по этому графику, что также идет снижение количества случаев у людей, которые находятся в закрытых учреждениях и рост как раз-таки среди гражданского населения. То есть в самой эпидемиологии ВИЧ происходит трансформацию, которую мы должны знать. Если смотреть по возрастному составу, то ранее преобладал возраст 20-29 лет, то сейчас преобладает возраст 30-39 лет. По гендерному составу, в динамике мы видим, если раньше преобладали мужчины, это столбики синего цвета, то теперь начинают преобладать женщины, это половые партнеры этих мужчин. И женщины мы знаем, это будущие матери, и они могут передать эту инфекцию своим детям. Здесь показана структура ВИЧ-инфекции по социально-профессиональному уровну тоже за 2017-18 год. То есть в целом по этой проблеме ВИЧ-инфекция, мы можем сказать, что в нашем регионе, так же как и во всей республике, наблюдается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. И в возрастном аспекте, это люди 30-39 лет, вовлекаются все больше женщины фертильного возраста. Отмечается рост полового пути по сравнению с парентеральным. То есть инфекция уже выходит за рамки групп риска, то есть наркопотребителей, и жертвами могут стать обычные люди, обычное население. И в связи с этим рекомендуется проводить широкую разъяснительную работу, обследовать группы риска активные. И на следующем слайде представлены основные пути, на которые мы должны воздействовать. Это профилактика, диагностика и лечение, и каким образом мы можем это осуществить. Следующий вопрос, который я хотела бы осветить, это непосредственно инфекционные болезни в Республике Казахстан. Как мы видим, это территория Республики Казахстан. Здесь представлены различные регионы с различными природными условиями, и очень много заболеваний распространены в Казахстане. Но в целом, по следующим графикам можно отметить снижение заболеваемости, в частности, полиэмилитом. Следующий график – это дифтерия. После введения вакцинации отмечается, видите, уменьшение заболеваемости. Следующее заболевание – это краснуха. Мы знаем, что после введения плановой вакцинации также отмечается уменьшение заболеваемости краснухой. Эпидемический паратит. Вот это все резкое снижение заболеваемости обусловлено введением вакцинации в национальный календарный план. Следующее заболевание – коклюш. Но это достаточно серьезное заболевание. Мы видим, что хотя идет снижение, но все-таки поддерживается определенный уровень заболеваемости. И вот следующий слайд – это представлено корь. Мы видим, что многолетняя динамика заболеваемости показывает все-таки подъемы заболеваемости. В частности, в 2015 году и в 2019 году опять отмечается рост заболеваемости корью. В связи с этим в Казахстане принято решение вакцинировать уже не в год, а в 9 месяцев новорожденных. Также вакцинировать молодых людей в возрасте 20-29 лет и вакцинировать медицинских работников. То есть проводится дополнительная иммунизация. В целом, по другим инфекциям мы видим снижение, как в отношении острых кишечных инфекций. Это дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф. По воздушно-капельным инфекциям состояние типично, то есть тут не отмечается снижение, тут периодическое повышение, снижение заболеваемости. По бруцеллезу отмечается снижение. По менингококковой, как мы видим, был подъем заболеваемости. Но это обусловлено циклическим течением инфекции. По таким заболеваниям, как гепатиты, мы видим, что среди детей практически в динамике после введения вакцинации отмечается снижение до единичных случаев. То есть вакцинация, она надежно защищает детей от заболевания. В отношении вирусного гепатита А также наблюдается снижение. Мы знаем, что это заболевание передается фекально-оральным механизмом, и в целом противоэпидемические мероприятия достаточно эффективны, и видим снижение этой инфекции. Если мы сравним острый и хронический вирусный гепатит, то мы видим снижение острых гепатитов, но в отношении хронических мы видим, это все-таки подъем заболеваемости. Это хронический вирусный гепатит В и С. И, конечно, в этом плане играет огромную роль профилактика, профилактические мероприятия. Самым эффективным это все-таки является против вирусного гепатита В, это вакцинация. Вакцинация проводится как новорожденных, так и взрослого населения. И в Казахстане с 2018 года для лечения вирусного гепатита В хронического бесплатно закуплен препарат прямого противовирусного действия Сафазбувир, и пациенты с хроническим вирусным гепатитом С могут теперь бесплатно лечиться от гепатита С. Также на этом слайде показаны и препараты против ВИЧ и против туберкулеза. И на следующем слайде показана уже экономическая эффективность от приобретения этих препаратов. На территории Республики Казахстан имеется ряд природно-очаговых заболеваний, таких как чума, тулеремия, конго-крымская лихорадка, хантавирусная инфекция, клещевой энцефалит. В частности, на этой карте показаны природные очаги чумы. Вы видите, что они в основном концентрируются на западе Казахстана, где присутствует пустынная и степная зона. Это среда обитания для источников инфекции чумы, для грызунов. В целом, природные очаги чумы в Казахстане охватывают 39% территории. Люди могут заражаться через укус и блох при контакте с грызунами, однако в последние годы не отмечается случаев чумы в Казахстане. Следующее природное очаговое заболевание – это тулеремия. Синим цветом показаны природные очаги, и один из очагов присутствует в Восточно-Казахстанской области. Природные очаги тулеремии охватывают 26% территории Казахстана. Наиболее эффективным методом профилактики является вакцинация. Следующая инфекция – это конго-крымская геморрагическая лихорадка. Как видите, она распространена в южных регионах. И на следующей карте показаны основные районы. Это Туркестанская, Жамбульская, Казалардинская и город Шимкент, где распространена конго-крымская геморрагическая лихорадка. Это достаточно опасная инфекция с высокой заболеваемостью, с высокой летальностью. И на следующих слайдах вы видите заболеваемость за 2009, 2018 и 8 месяцев 2019 года. И вы видите, какова летальность от этой инфекции. В качестве примера хочется привести вспышку в Туркестане в 2009 году, когда в результате заражения погибли три врача. все началось с того, что погибает роженица, ее ребенок, у которой была конго-крымская лихорадка. И врачи, которые ее обслуживали, ребенка, ее заразились в результате попадания крови и погибли. То есть кроме природных путей передачи при укусе клещей, возможно и контактные, которые могут уже быть внутри больницы. Следующая инфекция – это сибирская язва. На этой карте вы можете увидеть, как много неблагополучных пунктов в Казахстане покрашены оранжевым светом. Всего их 1825. И здесь показаны регионы высокого риска, среднего и низкого. Как мы видим, восточно-казахстанская относится к зонам с активной интенсивностью заболевания сибирской язвы. Заболеваемость в период с 2009 по 2019 год сибирской язвы показана на следующем слайде. И мы видим высокий пик в 2016 году, когда было 19 случаев сибирской язвы. Они произошли в Карагандинской области, где было 17 случаев, и двое из них умерли. Также это было в восточно-казахстанской области два случая. В 2016 году в Алматинской области и в Павлодарской. К сожалению, были летальные случаи. В 2018 году, то есть в прошлом году, был летальный случай в восточно-казахстанской области. Вот здесь представлена фотография пациента. Вот именно сибирская язва, как у него была. И он, к сожалению, погиб от сибирской язвы. Следующее природно-очаговое заболевание – это клещевой энцефалит. И, как мы видим, он распространен больше всего в восточно-казахстанской и в алматинских областях. Заболевание передается через укусы клещей. Оно имеет несколько подтипов. Это восточный, европейский и оба подтипа. И вот Казахстан находится на границе. И, в принципе, ежегодно происходят укусы клещей и заражение людей клещевым энцефалитом. В частности, весной 2018 года пять человек в восточно-казахстанской области, а один из Алматы заразились клещевым энцефалитом. Кроме природно-очаговых заболеваний в Казахстане присутствуют занозные инфекции, такие как бруцеллез, пастерилез, листериоз, ирсиниозы, лептоспироз. Бруцеллез эндомичное заболевание для нашего региона. И опять-таки, наиболее часто он встречается в южных регионах. На втором месте стоят это восточно-казахстанская область. Распространенность бруцеллеза в Казахстане обусловлена сельскохозяйственной направленностью, в частности, разведением мелкого рогатого скота, который является носителем патогенного бруцелла милитензис. В общей сложности 3000 человек болеет ежегодно бруцеллезом. И одно из профилактических мероприятий важных – это разъяснительная работа людям, которые участвуют в работе со скотом. В целом, можно сказать, какие же мероприятия необходимо проводить в Казахстане для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Это совершенствование нормативно-правовой базы, это разработка рекомендаций руководств по проведению профилактических противоэпидемических мероприятий, это реализация глобальных мировых программ, в частности, это ликвидация полиэмилита, это стратегический план по ликвидации кори и краснухи, это европейский план в отношении вакцин в рамках глобальной системы эпиднадзора за гриппом и принятие ответных мер. Также это глобальная стратегия по вирусному гепатиту, по борьбе с антимикробной резистентностью, по борьбе с малярией, геогельминтозами в европейском регионе и стратегическая рамочная программа по борьбе с лишманиозом. В Казахстане реализуются международные медико-санитарные правила, то есть в целом это основные направления, которые нужно проводить для борьбы с инфекционными заболеваниями. Благодарю за внимание кафедры инфекционных болезней и иммунологии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова